Для тех, кто в этом году намерен поступать в высшие учебные заведения, сегодня важно не пропустить сроки регистрации. В Донецкой Народной Республике с 10 января по 16 февраля проходит регистрация участников государственной итоговой аттестации ГИА. Документы для прохождения ГИА уже подали 32% 11-классников Большого Харциска. В этом году количество предметов, по которым аттестующийся желает пройти государственную итоговую аттестацию, не ограничивается. Необходимый минимум два предмета. Времени, чтобы определиться с выбором, остается не так уж и много. С 10 января во всех школах Большого Харциска принимают документы на прохождение ГИА у 11-классников, а также учащихся профлицеев, колледжей и техникумов. Регистрируются наши выпускники всех школ, плюс ребята, которые самостоятельно осваивают образовательные программы среднего уровня. Это означает, что ребята экстерны, которые приходят к нам получить образование, имеют право зарегистрироваться. Или же ребята, которые пошли в училище, в техникумы и не получили аттестата 11-класса. Они зачисляются на экстернатную форму обучения, предоставляют академическую справку для того, чтобы не пересдавать все предметы и являются нашими обучающимися. У выпускников прошлых лет документы принимает в Донецке Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки. Ориентировочно государственная итоговая аттестация в ДНР будет проходить с конца мая до середины июня. Как и в прошлом году, обязательный предмет – русский язык. Среди тех учащихся, кто уже зарегистрировался, большинство выбрали вторым предметом – математику. Чуть меньшей популярностью пользуются биология, история и география. Я благодарна нашей администрации, школ, которые своевременно проводят работу с родителями, ознакомливают их со всеми документами и самостоятельно оказывают им помощь. То есть дети регистрируются не дома, они регистрируются именно в школе. Здесь полный контроль. Единственная задержка – это, конечно, выбор предметов. Желание поступить везде и сразу у ребят велико. Остается главное выбрать те предметы, которые они будут уверены, что они будут нужны при поступлении и о них очень хорошо знают. До начала государственной итоговой аттестации остаются еще четыре месяца. Время, которое участники ГИА проведут с пользой, надеется Светлана Куриленко. Сейчас идет подготовка. И благодаря республиканской службе все задания, все программы есть. Их задача только выучить, запомнить и сдать на отлично. Ну, конечно, преувеличивая, но желательно, чтобы это было так. Пункты проведения ГИА будут организованы во всех школах республики. Но если окажется, что экзамен по какому-либо предмету в школе будут сдавать меньше пяти человек, то решение о том, какое именно учебное заведение будет выбрано местом проведения аттестации, примет республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки. Продолжение следует...